Головная громадско-политичная подея краины 6-й Белорусский Народный Сход начал работу в Минске. Двухденный форум собрал у столицы 2400 делегатов процедурников у всех районов республики из выше 300 запрошенных гостей. За открытием сходу выступлением президента краины Александра Лукашенко и удельников форума сочли белорусы по сродках промых трансляций и специальных телевыпусков. Долучиться до подеи смогли и слухачи первого национального канала Белорусского Радио. Наша задумочная группа долучилась до педагогов при нем. 6-й Белорусский Народный Сход – главная громадско-политичная подея для краины ЕЕ ЖХРУ. Стать ЕЕ-светками вырешили педагоги в области. Ушильным графиком занятка у слухачей областного института развития и эдукации зналишли окно, как по сродках промога эфиру сошить за ходом агульно-национального форума. На сегодняшний день в нашем институте проходит повышение квалификации более 150 педагогических работников Гродненской области и заместители-руководители по идеологии. И несмотря на то, что у нас и непродолжительное время обучения, то есть у нас повышение квалификации проходит в течение недели, все-таки слушатели посчитали необходимым принять участие в таком важном для Белоруссии мероприятии. Хочется услышать и выступления президента, и докладчиков, которые там будут излагать свои материалы, для того, чтобы владеть, во-первых, всем тем, что будет транслироваться, поскольку это важные вопросы. Ну и для каждого гражданина, для каждого человека важно владеть своими вопросами всей страны, в которой ты живешь. Выступления президента Беларуси слухают и уголовные аудиторы института, лекцийные зали. У доклада «Кероника краины» делятся педагоги. Хочется почусть про основные направки и приоритеты развития краины у политичной, экономичной и социальной сферах. По вызначенных и огученных на форуме ориентирах, краина и белорусы будут жить ближайшие пять год. Я мама троих деток. У нас многодетная семья, и при рождении третьего ребенка мы получили материнский капитал. И сейчас мы созрели такой идеей, хотим расширить свои жилищные возможности. И хотим участвовать в строительстве, тем более у нас планируется постройка девятиэтажки в нашем городе Дятлова. И использовать ту возможность, и надеемся, что эта возможность останется благодаря поддержке государства. В первую очередь хотелось бы, как для молодой мамы, только что вышедшей из декрета, услышать, конечно, какова будет наша социально-демографическая ситуация, как будет продолжаться поддержка молодых семей, какие социальные гарантии будут предоставляться молодым родителям, как будет развиваться инфраструктура по детским садам. Поскольку все эти три года, которые я была в декретном отпуске, данная поддержка ощущалась очень хорошо, и вот хочется, чтобы и дальше данное направление продолжалось с такими же темпами развиваться и в будущем. Делегаты Шостого Сходу, яким выпал Гонор выступить перед великой аудиторией и в этом сенсе перед усими белорусами, рассказали о пропановых, аккумуляванных у регионах. Дорогие, свои идеи, обученные подчас диалоговых пляцовок, в Минск накировали и супрацовники института. С учетом новых исследований науки о том, что декретный отпуск в три года, к сожалению, плохо влияет на эмоциональное и физическое здоровье, на адаптацию ребенка в дошкольные учреждения. И мы предложили уменьшить, пересмотреть вот этот вот возраст, именно с точки зрения того, что адаптация ребенка в детском саду пройдет без болезни и более легко. Шостого Себелорусский народный сход запланованы до проведения тягом двух ден. 11 лютого его открыл керауник Державы Александр Лукашенко. Его выступление доужилось 4 годины. Обмеркование тезиса и выказывания вышло подчас эфиру с супрацовниками и слухачами института развития адукации. Активный обмен меркованиями протягнулся и после завершения трансляции. К тем часам праца 6-го Усебелорусского народного схода продолжается. 12 лютого – другий день Агульно-национального форума.